Здравствуйте дорогие друзья! Предлагаю отправиться в лесное путешествие. Леса покрывает почти треть поверхности суши, которая в свою очередь занимает четвертую часть поверхности земли. Леса, состоящие из огромного числа разных растений, очищают воздух и делают его более пригодным для дыхания. Благодаря мощным корневым системам, пронизывающим почву, деревья укрепляют берега рек и горные склоны, не позволяя воде размывать их. Особенно важна защитная роль леса в горах, где деревья противостоят снежным лавинам и на морских побережьях, где они сдерживают наступление песчаных дюн. Деревья укрепляют почву, защищая поселения и дороги от оползней, селевых потоков и песчаных насосов. Леса потребляют огромное количество углекислого газа и выделяют кислород, которым дышат животные. Последние исследования ученых показали, что леса гораздо больше влияют на климат нашей планеты, чем считалось ранее. Люди уже давно заметили, что окружающие их леса служат надежной защитой против инастия, смягчая силы ветров. Лесные массивы не дают им повредить посевы и жилища. В пустынных областях, таких как Сахара, произрастающие там пальмы, сохраняют необходимую для жизни влагу и встают за слоном на пути песчаных барханов. Когда гуляешь по лесу, кажется, будто он существовал тут всегда. Но на самом деле, на месте большинства европейских лесов когда-то были пашни и вырубки. А те леса, которые мы видим сейчас, выросли на этом месте, возможно, не так уж давно. По мере того, как молодые деревья вырастают, под их сенью могут развиваться только проростки деревьев, тени выносливых пород, которые легко переносят недостаток солнечного света. Таким образом, в лесу появляются все новые виды деревьев, кустарники, лесные травы. Для того, чтобы на новом месте образовался красивый зрелый лес, понадобится около двухсот лет. А сейчас мы с вами познакомимся с деревьями. Дуб. Это большое дерево с пышной кроной и прямым толстым стволом. Дуб растет медленно, зато и живет долго, несколько веков. Корни этого дерева уходят вглубь почвы на пять метров, оплетая площадь диаметром 18 метров. Кора дуба в возрасте 20-30 лет покрывается глубокими трещинами. Плотная древесина дуба высоко ценится. Плоды желуди окружены особой шапочкой, плюской. Бук. Это стройное величественное дерево, предпочитает влажный климат. Бук живет 200-400 лет. Его прямой ствол может достигать 40 метров. У бука плотная и тяжелая древесина, а цвет его гладкой коры серебристо-серый. У молодого дерева становится со временем серовато-черным или серо-зеленым. Бук чувствительен к насекомым вредителям и не выносит сильного ветра. Его плоды орешки окружены плюской. Они служат пищей многие для лесным обитателям. Каштан. Теплолюбивое растение требует много света. Каштан боится холодов. Ему не подходят известковые почвы. Ствол возвышается на 25-30 метров, а окружность ствола в основании порой достигает 4 метров. Каштан может жить несколько столетий. Это дерево тормозит распространение лесных пожаров. Поэтому иногда его сажают вместе с хвойными деревьями. Осенью поспевают его съедобные вкусные плоды орехи, заключенные по 2-3 штуки в колючую плюску. Явор. Это мощное дерево из рода клюнов. Отличается быстрым ростом и достигает высоты 25-30 метров. Явор живет 300-400 лет. Древесину этого клена используют для изготовления скрипок, рукояток, рабочих инструментов, декоративных резных изделий. Плод у всех видов клена дробный, распадается на две половинки. Из-за пленчатых крыловидных выростов он называется двухкрылатка. Слетая с дерева, крутится в воздухе как пропеллер вертолета. Береза бородовчатая. Это светолюбивое дерево не увидишь в темных лесных чащах. Оно предпочитает лесные опушки и открытые пространства. Часто поселяется на вырубках и гарях. Береза легко узнать по тонкой коре белого цвета, которая сходит длинными лоскутами. Листья у березы бородавчатые, гладкие, не опущенные, в отличие от березы пушистые. А молодые ветви кое-где покрыты мелкими смолистыми наростами, бородавками. Плод маленький орех с крыловидными выростами. Тополь. Видов тополя много и различить их совсем непросто. Тополь часто вырастает до 25-30 метров высотой, но живет относительно недолго, всего 70-80 лет. Тополь растения двудомные. Мужские и женские цветки образуются на разных деревьях. Они собраны в гладкие женские и пушистые мужские сережки. Ива белая. Ее еще называют ветла или плакучая ива. Это высокое красивое дерево, хорошо себя чувствует в сырых местах по берегам рек и ручьев. Растет оно довольно медленно, но способно достичь высоты 15 метров. Листья у ивы длинные, ланцетовидные. Одна сторона пластинки гладкая, зеленая, другая серебристая. Мужские и женские цветки, как и у тополя, собраны в сережки. Лиственница относится к хвойным деревьям. Продолжительность жизни 300-500 лет. Подобно лиственным породам, сбрасывают хвою на зиму, что среди хвойных большая редкость. Лиственница способна удерживать сильные холода. Она любит сухой воздух и яркое солнце, высокогорий. Образуют светлые хвойные леса. На ее ветвях можно увидеть шишки трех поколений. Нынешнего года, прошлогодние и двухлетние. Ель. Это вечно зеленое дерево, как и лиственница, относится к хвойным породам. Во взрослом состоянии она может достигать 30-50 метров в высоту, а самые старые ели тянутся вверх на 70 метров. Живет ель очень долго, 300-700 лет. Образуют темные еловые леса. Осыпающаяся хвоя, постепенно разлагаясь, сильно загрязняет почву. Это препятствует развитию очень многих растений, поэтому в еловых лесах обычно нет подлеска. Сосна обыкновенная. Это хвойное, вечно зеленое дерево легко узнать по стройному силуэту из золотисто-коричневой коре. Сосна обыкновенная достигает 40-45 метров в высоту и живет 600 лет. Благодаря быстрому росту сосну широко используют для восстановления лесов, пострадавших от пожара. А сейчас познакомимся с основными типами лесов. В зависимости от части света и преобладающего климата, леса делятся на различные типы, каждый из которых представлен своими видами растений и животных. Листопадный лес. Леса этого типа формируются в тех областях, где достаточно влаги и тепла для роста больших широколиственных деревьев. В Европе в широколиственных лесах преобладают дубы, буки, липы. В Северной Америке меньше липы буков, зато больше разных видов кленов. Есть тульпанное дерево, каштан. Деревья в этих лесах по осени сбрасывают листву и вновь покрываются листьями только весной. Средиземноморский лес. Этот тип лесов распространен вокруг бассейна Средиземного моря, но к нему близки также леса, произрастающие вдоль побережья Калифорнии, в Чили, на юго-западной части оконечности Африки и в юго-западной части Австралии. Растения, образующие эти леса, приспособлены к жаркому и сухому климату. Основные породы там представлены каменным дубом, различными видами сосен и эвкалиптами. Северный буреальный хвойный лес или тайга. Эти хвойные леса с широкой полосой тянутся через Северную Америку, Европу и Азию. Из севера ограничены арктической тундрой. Все буреальные хвойные леса образованы главным образом деревьями хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница и некоторыми лиственными деревьями, такими как береза, ива, ольха или осина, обычно растущими по берегам рек, на вырубках и карях. Тропический лес. Это самые древние и обширные леса планеты. Они тянутся по обе стороны экватора, по всем континентам. Изобильная, насыщенная сочными красками растительность тропического леса, развиваются благодаря круглогодичным ливневым дождям и обилию тепла. В тропическом лесу встречается самое большое разнообразие видов растений и животных. Здесь растут самые высокие широколиственные вечно зеленые деревья. Саванна. Сухая редколесная саванна является основным ландшафтом тропических областей Южной Америки, Центральной и Южной Африки и Австралии. Растительность не представлена главным образом травами, среди которых растут жестоколиственные кустарники и деревья. Лес уязвим и ему угрожает множество опасностей. В некоторых странах все больший размах приобретает вырубка лесов. Но есть и другие опасности, как естественные, так и связанные с деятельностью человека. Кислотные дожди. Эти дожди поражают растительность на планете. Они возникают, когда попавшие в атмосферу загрязняющие вещества смешиваются с дождевой водой и выпадают на землю. Основная масса загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий и с автомобильными выхлопами. Пожары. Каждый год тысячи гектаров леса превращаются в дым и залу. Засуха, ветер и горючесть самих деревьев благоприятствуют распространению пожаров. Огонь обладает поистине разрушительной силой. Раздуваемый ветром он стремительно распространяется по лесу, уничтожая всю на своем пути. От почвенного слоя до деревьев. В огне гибнет и большинство животных. Самые удивительные деревья. В мире существует много видов деревьев, удивляющих нас своим необычным обликом и образом жизни. Остистые сосны. Эти сосны, произрастающие в горах Северной Америки, принадлежат к числу самых долгоживущих деревьев нашей планеты. Самая старая из этих сосен – Мафусаил. Секвои. Эти вечно зеленые хвойные деревья известны как одни из самых высоких в мире. Окружность ствола секвои может достигать 60 метров, а высота от 75 до 115 метров. Эти гиганты живут очень долго. Самые крупные секвои растут в национальном парке секвоя в Центральной Калифорнии. Индийский баньян. У этого тропического дерева, относящегося к роду фикус, на ветвях высоко над землей образуются придаточные корни. Они спускаются до земли и укореняются, играя таким образом роль стволов. Один баньян со временем может образовать целый лес. Известны баньяны, которые, разрастаясь, занимают площадью в тысячи квадратных метров. Баобаб. Ствол Баобаба похож на бочку, потому что в сезон дождей он накапливает воду в своих тканях, чтобы потом безболезненно пережить долгую засуху. Один Баобаб может запасти до 100 тысяч литров воды. Пропитанная влагой мягкая древесина Баобаба не боится ни пожаров, ни нашествий термитов, но зато очень привлекает слонов. В африканской саванне слоны часто вырывают эти деревья с корнем и съедают почти целиком. Лес, как и любое другое природное сообщество, обладает некоторым запасом прочности. Каждое растение и животное занимает здесь свое место и выполняет определенную функцию, необходимую для существования всего сообщества целом. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok